Всем привет! Расскажу, как можно проверить датчик положения дроссельной заслонки, не снимая с автомобиля. Но прежде расскажу, как работает этот датчик. ДПЗД это переменный резистор. Принцип действия у него тот же самый, что и у резисторов, вот таких вот, с помощью которых раньше на старых телевизорах регулировалась громкость. Внутри датчика находится дорожка с резистивным слоем. По этой дорожке перемещается скользящий контакт. От того, в каком положении находится этот скользящий контакт, зависит сопротивление и, соответственно, выходное напряжение датчика. Питается датчик напряжением 5 вольт. У него есть три контакта. Это плюс-минус и выходной сигнал. Контакт, по которому проходит выходной сигнал, соединен со скользящим контактом. Этот контакт соединен с осью дроссельной заслонки. И выходное напряжение датчика изменяется. В программе контролера есть старировочная таблица. По этой таблице процессор переводит выходное напряжение датчика в процент открытия дросселя. Например, при полностью закрытой дроссельной заслонке выходное напряжение датчика по сканеру, например, вот здесь, 0,49 вольт. Процент открытия дроссельной заслонки 0. Но если немного приоткрыть заслонку, напряжение стало 1 вольт 0,4 микровольта, а процент открытия 14%. То есть контролер по тарировочной таблице рассчитал, что при вот этом напряжении процент открытия заслонки соответствует 14%. И так каждому напряжению соответствует свой угол открытия. Зачем нужен этот датчик? Контролер по положению дросселя определяет, для какого режима работы двигателя нужно рассчитывать топливоподачу и угол опережения зажигания, а также управлять регулятором холостого хода. Есть три режима работы двигателя. Это холостой ход, экономичный режим и мощностной режим. Если дроссель полностью закрыт, положение 0%, то контролер рассчитывает топливоподачу и угол опережения зажигания для этого режима. Если дроссель открывается, то есть положение дросселя более чем 0%, то контролер уже рассчитывает топливоподачу и зажигания для экономичного режима. И при угле открытия дросселя от 50% контролер начинает рассчитывать уже состав смеси для этого режима. На мощностном режиме смесь более богатая, чем на экономичном режиме. Данные положения дросселя контролеру нужны также еще и для расчета других калибровок. Это, например, таких, как нагрузка на двигатель. Он управляет также и отсечкой топлива на режиме принудительного холостого хода. То есть при резком сбросе дросселя при движении автомобиля он отключает топливоподачу через форсунки. Основная неисправность ДПЗД это износ резистивного слоя. Резистивный слой изнашивается больше всего в том месте, где чаще всего находится скользящий контакт. Это от 0% до 10%. В этом диапазоне чаще всего изнашивается датчик. Вообще выходное напряжение датчика при открытии дросселя изменяется плавно, как вот здесь. Но если резистивный слой изношен в каком-то месте, то когда контакт попадает в эту область, вот, например, напряжение идет плавно, контакт попал на это место, и напряжение начинает резко колебаться, либо оно совсем может пропасть. Но когда контакт проходит это место, напряжение далее также плавно увеличивается. И также точно и при закрытии. Поэтому самый главный признак того, что ДПЗД износился, это когда автомобиль дергается при определенном положении дроссельной заслонки, либо педали газа. То есть, когда скользящий контакт попадает на поврежденное место, автомобиль начинает дергаться. Теперь, как проверить ДПЗД с помощью мультиметра? Сначала нужно проверить напряжение питания датчика. Это контакты А и Б разъема. То есть, А и Б. Можно подключиться к разъему вот так вот. То есть, иголки от шприца, вставлены уплотнители. Разъем вставлен в датчик. При включенном зажигании предел измерения 20 вольт на мультиметре. Напряжение питания должно быть 5 вольт. Если питание на датчик не поступает, то можно быстро определить, чего именно нет. Плюсы или минусы. Для этого плюс оставляем здесь, а минус подсоединяем к массе двигателя. То есть, плюс подходит к разъему. 5 вольт. Точно так же определяем, есть ли минус. Минус подсоединяем, а плюс уже берем с аккумулятора. То есть, подключаем к лиме. Тоже, если питание есть, то минус сюда поступает. Далее, подключаемся к вот этим контактам. Б и С. Для того, чтобы проверить выходной сигнал датчика. При включенном зажигании и полностью закрытом дросселе напряжение должно быть 0,450-500 микровольт. Полностью открываем дроссель и смотрим. Напряжение должно быть более 4 вольт. Просим помощника, чтобы он полностью нажал на педаль газа. Напряжение при полностью нажатой педали газа должно быть точно таким же, как и при полном открытии дросселя рукой. Если при нажатой педали газа напряжение меньше, значит, либо неправильно отрегулирован тросик, либо коврик в салоне мешает полностью нажать на педаль газа. То есть, дроссельная заслонка не открывается полностью при нажатой педали газа. Далее, заводим двигатель и смотрим. Напряжение при полностью закрытом дросселе не должно прыгать. То есть, вот так вот должно находиться на одном уровне. Бывает, что обороты холостого хода раскачиваются из-за того, что напряжение дросселя постоянно изменяется, то есть прыгает. Происходить это может из-за того, что, например, перетянут тросик. Когда напряжение прыгает, то есть становится больше, на какое-то небольшое значение, потом опять меньше, то контролер постоянно изменяет режим работы двигателя. То есть, он думает, что дроссель открывается, он переходит на экономичный режим, потом напряжение опять становится нормальным, то есть ниже, он опять переходит на режим холостого хода. И так постоянно режим изменяется, и поэтому обороты двигателя раскачиваются. Далее, на заглушенном двигателе плавно открываем дроссель и следим за выходным напряжением. Напряжение должно плавно увеличиваться, не должно быть никаких резких провалов, скачков напряжения. Если изношен в каком-то месте резистивный слой, то как раз-таки напряжение в этом месте может либо прыгнуть, либо пропасть. Так до конца открываем. После этого закрываем плавно и также смотрим за напряжением. Так до конца. Но не всегда можно проверить ДПЗД с помощью мультиметра. На резистивном слое датчика могут быть микроскопические повреждения. мультиметра эти повреждения он не сможет показать. Увидеть эти повреждения можно только с помощью осциллорофа. Плавно открываю дроссельную заслонку. Сигнал напряжения плавно изменяется. Также плавно закрываю. Это сигнал рабочего датчика. Если бы в каком-то месте резистивного слоя было повреждение, то на осциллограмме были бы вот такие вот штрихи тоже в какой-то области. Сигнал плавно изменяется. Такими способами можно проверить ДПЗД. Всем пока. Подписывайтесь на канал.